В зале суда продолжается битва за тарифы. В Алматинском горсуде касационное рассмотрение иска Общества защиты прав потребителей к антимандопольному департаменту Алматы. ИСЦ считают незаконным повышение тарифа на тепло потребителям, у кого нет общедомовых счетчиков. Люди требуют вернуть переплаченные деньги. Калькулятор показывает, увеличив тариф, монополист неожиданно обогатился на 10 миллиардов тенге. Считали и считаем это незаконным, потому что потребитель не может ставить, не может физическое лицо ставить общедомовый прибор учета. В законе естественных монополиях и в постановлении правительства 1822 сказано, потребитель вправе установить самостоятельно индивидуальный прибор учета. Я подключаю индивидуальный. Монополисты трактуют закон по-своему. Главный акцент почему-то на несознательность горожан. Основная масса людей от прибора учета по той простой причине, что они не хотят заниматься чисткой подвалов, красить дом. Если посмотреть правде в глаза, основная причина только в этом. А люди просто разбалывались, получив бесплатно квартиры от государства. Они хотят, чтобы государство дальше вкладывало деньги. Так не бывает. За свой дом надо нести ответственность. В зале суда разгорелись жаркие споры, ведь дело затрагивает интересы практически всех жителей мегаполиса. Председатель госсуда, видимо, как житель Алматы, частично на стороне горожан. Апелляционная судебная коллегия постановила решение апелляционной судебной коллегии по гражданскими административным делам Алматинского городского суда 20 июня 2013 года по настоящему гражданскому делу отменить дело на фрайл, на новое рассмотрение. Но в деле осталось еще много неясных моментов. Их изучением займется вновь назначенный судья апелляционной коллегии того же Алматинского городского суда. Продолжение следует...